Всем привет, друзья! Я подумала, что давно не рисовала ничего экзотического и решила это обязательно исправить. Вот вы видите, что здесь у меня в скетчбуке уже нарисован такой красавец-павлин. И я подумала, что к нему будет идеальным дополнением перья павлина, которые мы все сами вместе и нарисуем. Такие вот краскрупные красивые перышки. Они просто дополняют этот разворот. Рисую ее в скетчбуке сегодня форматом А5. Это скетчбук от фирмы SketchStory с целлюлозой 300 граммов. Это фактурная экстрабелая целлюлоза. Она дает довольно-таки яркие цвета на выходе в красках. И мне нравится просто рисовать, когда твой рисунок в итоге становится довольно ярким. Кисточки, которыми я сегодня рисую, это кисточка номер 1 Соболь от фирмы Albatross. Это ворс натурального Соболя. Он дает хорошие, четкие, ровненькие, тоненькие линии. Кисточка чуть побольше. Это троечка синтетика. У нее отличительные особенности это укороченный ворс и хорошо делать промывки для бликов. И кисточка номер 5 Синтетика имитация белки. Она хороша для больших заливочек на больших пространствах. Она дает, благодаря тому, что удерживает довольно много воды, дает хорошие такие ровненькие заливочки. Но кисти я пока откладываю в сторону. Да, краска, кстати, у меня нервская палитра, белые ночи. И мы начинаем рисовать, собственно, само перышко. Перышко у меня будет идти из этого угла в этот. И поэтому, чтобы было на чем выстраивать наше перышко, я провожу сразу такую типа ось симметрии, которая будет основополагающей такой чертой для создания нашего перышка. Как раз вокруг него и будет строиться наш глазок. Самый центральный глазок в нашем перышке, он темно-синий такой, ультрамариновый, я бы сказала. Это почти такой кружочек, который я просто как бусинку нанизываю на вот эту центральную ось пера. И сделаю вот здесь такой вот конусовидный вырез. Вот самые краешки вот этого почти такого пэкмена, я бы сказала, они будут более темные, а центр более такой светлый. Дальше идет такое бирюзовое облачко вокруг этого всего. Похоже немножечко как раз на радужку. В основном именно поэтому глаза на хвосте павлины как раз и считают похожими на реально чьи-то такие глаза. Здесь вот сверху вот эта толщина бирюзовой оболочки, она гораздо меньше, чем снизу. Если вы раньше не рисовали перышки, обязательно это учтите. А вот следующий ярус пера, наоборот, он вот здесь будет снизу гораздо более тоньше, чем вот здесь. По сути мы сейчас рисуем такое большое, как половинку вареного яичка. Если это можно так вырезаться, где сверху у нас очень много всего, а снизу уже совсем не так всего много. Этот у нас, как вы помните, центр темно-синий, этот бирюзовый, а вот этот уже оранжевато-зеленый. На границе между каждой зоной есть всегда у перышка такая более темная полоска. Вот здесь тоже есть небольшая темная полоска, похожая на такую как толстую оболочку на такого темно-зеленого цвета. Потом еще одна более желтоватая такая вот полосочка есть. Это почти как веки действительно вокруг глазика. Вот еще одна потом темно-зеленая. Главное во всех этих полосках не запутаться. И дальше уже идут отдельные-отдельные ворсинки, которые вот где-то с середины нашего глазка идут вверх. А до этого начинает просто как бы обтекать его такой вот плавным такими загибами, обтекая это перышко и упираясь в ось. Ну вот примерно так выглядит наш эскиз. И теперь мы будем его наконец-то раскрашивать. Самый центр вот этого участка, как я уже говорила, будет сделан из темного ультрамарина. Будет сделан из темного ультрамарина. Я добавляю побольше насыщенности, чтобы он стал действительно ярким. И террелоза, хотя и впитывает влагу, которую я наношу, она все равно дает такой вот более-менее темный оставшийся цвет. Очень такой резкий, очень солнечный. И более тоненькой кисточкой уже я обвожу все это индиго. То есть по периметру я обвожу наш глазочек индиго. И он получается такой более ровненький, с более темными краешками. И вот этот ультрамариновый центр кажется таким более как раз светящимся, более насыщенным. Почти как на настоящем перышке. Вот темные краешки, более светящаяся такая сердцевинка. Мы с вами сделали самый первый глазочек. Следующий будет бирюзовым. Но для того, чтобы его нарисовать, нам нужно, чтобы вот этот центр немножечко подсох. Поэтому пока мы бирюзовым делать ничего не будем. А возьмем наоборот оранжевую краску и сделаем вот этот вот большой ярус. Мне для этого потребуется кадмий оранжевый. И вот как раз кадмий оранжевым мы с вами и закрасим вот эту большую-большую область нашего глазка. Вот как раз это все позволит сделать более-менее ровные краешки аккуратненько. Вот это наш будущий яркий глазочек. Для того, чтобы он стал еще более ярким, я добавляю сюда больше насыщенности. И даю всему этому пока просохнуть. Но ближе вот сюда я добавляю охру красную. И тогда в сочетании именно с охрой красной наш кадмий оранжевый становится гораздо более ярким. И кажется действительно таким вот более светящимся. То есть вот в самый низ нашего оранжевого овальчика добавляем охру красную. И дадим ей немножечко распределиться по нашей влажной поверхности вот этого яйцевидного яруса. Так, следующий наш кусочек, нашу полоску. Должна она быть темно-зеленой, но мы пока не можем ее нарисовать, потому что она сольется с нашей вот оранжевато-коричневой площадкой. И поэтому я сейчас нарисую следующую часть. Это будет майская зеленая. Такая вот очень-очень яркая зеленая майская часть. На небольшом расстоянии от нашего яйцевидного глазка. Вот то, что мы рисуем это все на расстоянии, как раз и не дает возможности растекаться нашим красивым цветам, смешиваясь друг с другом. И у нас не получается какой бы то ни было грязи. Вот, а вот следующая полоска как раз у нас будет сделана сначала желто-зеленой, но она теперь уже может смешиваться. И я их сейчас смешаю вместе со всем. Вот рядом, видите, они начинают плавно перетекать друг в друга, но здесь как раз мне переход этот и нужен. То есть вот сначала майская зеленая, потом желто-зеленая, они соединяются и создают такой вот почти неоновый переход цвета из одного оттенка в другой. Я сейчас еще и помогу кисточкой вот этот переход сделать более мягким. Отлично. И следующий этап. Это более темная полоса. Она у нас будет просто темно-зеленая. Точнее, на языке красок, на немской палитре, это будет просто зеленая. Вот такая зеленая обводка, тоже плавно перетекающая из одной краски в другую. То есть вот здесь вокруг, в этих зеленых штуках нам важны как раз вот эти плавные переходы, и поэтому я наношу слои краски друг за другом. А вот здесь у нас как бы такие очень яркие, очень резкие контрасты, и пока мы их смешивать не можем. Следующий участочек, это так называемая красочка Иргазин желтый. Он такой что-то ближе к оливковому, такой желтовато-оливковый цвет. У него тоже плавный такой переход. Вот как раз в этот зеленый. И я их аккуратненько соединяю. А коротким ворсом этой синтетической кисточки у меня получается сделать более плавный переход между вот этими цветами. Отлично. И теперь как раз тоненькой кисточкой я все тем же Иргазином желтым начинаю делать вот такие вот торчащие из этого участка длинные ворсинки нашего будущего пера. Я делаю их не совсем параллельными, они сначала такие могут быть ровные, но потом я добавляю к ним обязательно такие вот изгибы, потому что они должны быть не слишком упорядоченными, потому что любые природные фактуры, как правило, упорядоченностью не отличаются. Вот такие наши золотистые, зеленые вот эти полосочки. А чем еще хороша вот эта вот соболиная кисточка, по сути, она у нас может дать и широкий как бы штрих, и тонкий наоборот, потому что все зависит от того, насколько сильно ты на нее давишь. Вот если, допустим, самым кончиком рисовать, то получаются очень тоненькие штрихочки. Если делать более толстые такие вот штрихи, то уже получаются, конечно, более такие насыщенные, более объемные линии. Что касается верха пера, перо у нас такое вот более ровное сверху, но оно не то, чтобы как будто бы ножницами обрезанное, а скорее вот такими тоненькими краями штрихов завершается более-менее такая ровненькая поверхность. То есть вот где-то вот до сюда я дотягиваю эти штрихи, а дальше уже они становятся такой вот определенной ширины полосой. Тут можно даже взять кисточку побольше, пожалуй, потому что здесь уже довольно-таки такая насыщенная часть пера пошла. Вот эти эльгазиновые полоски, они на самом деле не будут только такими зелеными. Чуть позже мы добавим сюда еще больше дополнительных таких ярких зеленых цветов, которые позволят показать именно блеск и переливы нашего перышка. Так, вот тут тоже чуть-чуть добавляю буквально немного этого ворса, такого меха, я бы сказала, если это можно сказать так про перо. И теперь пока оставляем все это тоже высыхать. Хотя можно добавить даже вот здесь сейчас, пока оно влажное, еще желто-зеленого немного. И всего вот сюда. Ради переливов. Добавить немного блеска. Прямо вот поверх нашего уже нанесенного слоя эргазина добавляем дополнительный штрихов. Этих вот зеленоватостей. Вообще желто-зеленая краска у меня в основном, если, конечно, не используется для какой-нибудь одежды, очень хорошо подходит для создания вот таких вот переливчатых поверхностей именно на перьях. То есть на утках, на гусях вот эти красивые зеленоватые перышки, они как раз рисуются именно вот такими штуками. Так, и немножечко вот сюда же тоже добавляем красивых таких переливчатых деталек. Тут я уже чуть-чуть даже захожу на вот эти полоски, но сильно не усердствую. То есть чуть-чуть. Вот эти вот заходы позволят показать, что перышко не прям вот такое пластиковое и гладкое, а то, что в нем есть какие-то вот еще такие дополнительные фактурные детальки. Так, и пока мы все это оставляем просыхать, а тем временем у нас просох вот этот участок, точнее то, что вокруг него. И это у нас бирюзовый цвет. Мы берем для него кобальт бирюзовый. И аккуратненько закрашиваем вот этот вот участочек. Как мы видим, наш оранжевый и индиго с ультрамарином уже просохли. И теперь мы можем спокойно закрасить вот эту белую часть бирюзовым, не боясь, что она у нас растечется и испортит наш красивый оранжевый и красивый ультрамарин. Вот. Добавляем сюда еще побольше яркости. И снова пока даем всему этому немножечко высохнуть. А вот в этот красивый оранжевый мы сейчас немного добавим лимонного желтого цвета. То есть чуть-чуть буквально он даст нам дополнительную такую светящуюсть, если это можно так выразиться, нашему оранжевому оттеночку. Вот в самом верху этого нашего яйцеобраза, этой зоны, добавляем немножечко лимонного кадмия. Так, отлично. И теперь у нас есть вот эта незакрашенная полоска. У нас она была очень темно-зеленой. И вот как раз сейчас ее мы и нарисуем. Мы просто вписываем наш темно-зеленый оттеночек в те места, которые были не закрашены. Здесь лучше осторожнее, потому что мы сюда только что добавляли нашего лимонного кадмия. Желательно, чтобы наша добавочка не растеклась куда не нужно. И можно еще раз пройтись вот этим темно-зеленым по периметру нашего оранжевого яичка. Чтобы у нас вот здесь не было слишком резкой границы, я отжимаю кисточку и буквально вот почти сухой кисточкой смягчаю этот переход. Именно со стороны вот этого нашего желтоватого такого участка. А самый-самый-самый краешек добавляю снова индига, потому что нам индига вообще постоянно понадобится здесь, на этом перышке, потому что именно индига у нас будет давать четкие темные границы между полосками. Вот я наношу эти границы кисточкой номер один, усиливаю насыщенность. Выравниваю эти зоны. Вот. И как раз здесь сейчас уже можно добавлять границу. Вот здесь. Тут, где у нас бирюзовая часть. Мы выравниваем еще раз вот эти вот все пограничные части. Аккуратненько. И добавляем индиго вот сюда внутрь. Чтобы центральный наш дополнительный этот глазочек стал более темным. вот уже почти как настоящее. Так вот здесь у меня немножечко растекло все-таки индиго. Сейчас я немножечко это поправлю. Просто вот сухой кисточкой убираю лишнюю воду в краской. Так, наш следующий ход это выделение вот этой темной нашей полоски. И у нас для этого будет темно-зеленая, точнее просто зеленая краска. Вот, значит, мы добавляем вот сюда, в центр. Такую зеленоватую полосочку. Вот здесь она чуть-чуть растекается такими зеленоватыми переливами, переходами цвета. Вот, и как раз более темные полоски у меня будут здесь тоже нарисованы именно зеленой краской, но вот этой тоненькой кисточкой. То есть я начинаю дальше просто прорисовывать вот такие же полоски, которые я уже рисовала. Как раз они дадут нам эффект таких вот переливающихся длинных ворсинок. Сейчас будет просто очень много длинных вот таких штучек. Пока я их рисую, я расскажу вам то, что я помню вообще про павлини и перья. Я, к сожалению, не знаю, в какой части мира вы живете, дорогие друзья. Но вот, что удивительно, что у жителей европейской части, например, Евразии, у них по большей части ходит такое поверье, что хранить павлини и перья в доме, это, ну, не к добру. Это несет какие-нибудь такие негативные части жизни, неудачу, какие-то, возможно, даже неприятные последствия у вас будут, если вы их будете хранить у себя, павлини и перья. Однако жители восточных стран думают ровно наоборот. И, допустим, если вы какому-нибудь жителю Индии, Пакистана или Арабских Эмиратов подарите что-нибудь с павлиними и перьями, он будет очень счастлив, поскольку именно таким подарком вы пожелаете ему большого удачи, богатства и бессмертия. Вообще у жителей восточных стран очень распространены легенды о том, где павлины тем или иным образом участвуют в жизни богов, что они как-то помогают богам или являются провозвестником воли богов. Возможно, это как раз вызвано таким характером птиц, которые очень любят громко общаться. И поэтому эти громкие крики считаются, возможно, какими-то такими провозвестниками божественной воли, если это можно выразиться. А возможно, это вызвано тем, что павлины действительно очень красивые птицы. И вот эти переливающиеся глазки на их хвостах, которые мы сейчас с вами тоже рисуем, вот это тоже как будто бы такой божественный знак на их оперении. Вот, я нарисовала один бочок нашего перышка. И дальше добавляем более такие длинные красивые детальки. С другой стороны и с внешней стороны нашего павлиньего глазка. Я стараюсь их делать не очень параллельными, потому что в природе вообще очень мало, что обычно упорядочено. Вот, а если мы делаем что-то сильно упорядоченное, то оно уже не будет казаться таким естественным, таким природным. Вот, поэтому, конечно, некоторые вот эти ворсинки я делаю параллельными, но некоторые наоборот специально изгибаю, чтобы казалось, что они вот такие какие-то очень хаотичные и случайные. Вот, мы прорисовываем потихонечку вот эти, наши красивые перья. Кстати, вы знали, что у павлина бывают перья на хвосте, на которых глазков в принципе нет. Вот, они, конечно, меньше, может быть, красивые, но тем не менее это тоже павлини перья, хоть и без глазков. Не потому, что они там как-то потеряли эти глазки, или они там обломились, а просто они, ну, не выросли. Так, вот с этой стороны, когда мне нужно, по идее, чуть-чуть зайти вот на эту красноватую и оранжевую часть, я наоборот делаю не вот сюда штрих, а вот сюда, чтобы получились такие вот остренькие краешки ворсинок, заходящие на эти участки. Такие штрихи придадут перушку большую естественность. Но главное тоже сильно ими не увлекаться, главное все-таки больше те ворсинки, которые у нас виднеются вот здесь. Вот с этой стороны у нас, по сути, будет копия вот этой части перышка, тоже такие же вот слегка блестящие, слегка темные вот эти ворсинки. По сути, мы с вами раньше рисовали вот этот фоновые вещи, это такие как бы блики получаются. Сейчас мы просто прорисовываем более затененные такие вот ворсинки, которые покажут нам то, как выглядят перья в какой-то степени с изнанки. Здесь у меня тяжело-то немножечко фактурное, поэтому некоторые вот эти ворсинки, они у нас такими получаются слегка рваными. В принципе, если у вас бумага более гладкая, у вас, возможно, будут просто красивые ровные линии. Но, по сути, вот эти рваности меня сильно не пугают, поскольку сами вот эти ворсинки, они тоже более-менее немножко пушистенькие. И я думаю, что эта вот рваность, она тоже вполне обоснована. Добавляю в некоторые места чуть больше вот этих ворсинок. И еще тут есть такая бирюзовая окраска. Можно тоже ее немножко добавить для живописности наших ворсиночек. Вот именно были приближены к центру этого перышка. То есть местами очень буквально вот чуть-чуть добавляем больше чуть-чуть бирюзовости. Если нет бирюзового, можно добавить голубой к изумрудной, и у вас будут такие вот больше интересных оттеночков в вашем перышке. Этой же бирюзовой окраской я хочу вот здесь больше добавить насыщенности. Вот в этой полоске она слегка растеклась. И этот маленький такой акцент покажет нам больше цветов вот здесь. И сделает наш глазик больше, более интересным. И вот здесь у нас был, помнится, кусочек индига, но почти весь впитался, растекся, поэтому я хочу его усилить и больше добавить насыщенности вот в эту часть. И вот здесь у нас есть. Здесь тоже можно чуть-чуть усилить темную полосу. Можно ее иногда для разнообразия сделать даже вот не такой полосой, а вот такими как бы небольшими штрихами, уходящими внутрь очередной зоны. Так, тут что-то я многовато добавила, сейчас мы его слегка поправим. Я лишнее убираю салфеткой. Вот, и с той самой кисточкой тоже сейчас слегка поправлю наш вот этот вот добавочный участок. И снова возвращаюсь к добавке более насыщенного цвета вдоль оранжевого кусочка нашего глазка. Вот так он стал более контрастным, более интересным. И вот здесь у нас около него, здесь более насыщенный желтый цвет обычно. Сейчас мы тоже его добавим все тем же лимонным кадмиям. Буквально вот чуть-чуть добавляем такие вот золотистые кусочки. Прям вот поверх. А потом смягчаем водичкой. И он соединяется с нашим желтым и делает его более ярким. Что еще можно добавить? Можно улучшить, усилить наш ультрамаринчик. Добавляю ему дополнительные насыщенности. Можно сюда еще ввести эндотреновый синий, если он у вас есть. Чтобы центр нашего бирюзового кружочка стал таким более ярким. И вот сюда можно еще внести немножечко иргазина желтого. Много не нужно, буквально вот чуть-чуть. Просто, чтобы показать вот эту вот дополнительную оттеночную часть глазочка. Вот такая получается легкая смесь бирюзовости, какой-то желтоватой зелености и вот этой вот темной индиговой части. Вот и еще хочу добавить ближе к центру перышка больше индиго. А также добавить несколько индиговых... Упс, это случайность. Добавить несколько индиговых более темных полосочек вот в эти ворсистые детальки. И вот сюда тоже. Много не нужно, чтобы он не перебивал вот эту всю нашу золотистую зеленость. Ну, совсем немного даст нам такой вот акцент на холодноватый такой затененный цвет. И покажет нам такое богатство вот этих всех переливчатых деталек нашего павлиниво хвоста. А еще один момент. Можно взять белую гелевую ручку и выделить самую-самую центральную часть от этого перышка. Потому что в центре оно слегка поблескивает. И вот такой вот легкий поблескивающий эффект даст нам просто полоска белой гелевой ручкой в центре этого пера. Не до конца, потому что где-то вот на серединке вот этого вот синего нашего блика уже этот блеск почти не виден. И вот эта центральная крупная часть перышка она видна только где-то вот здесь в центре. Ну, можно еще немножечко добавить темный... Можно еще немножко добавить темно-зеленых полос вот здесь для пересечений просто чтобы они были чуть-чуть более частыми. И вот тут у нас появился такой эффект блеска дополнительного. Вот еще для дополнительного блеска можно буквально вот несколько таких вот белых полосочек тоже сделать. Но тоже главное не переборщить. Здесь все хорошо в меру. Сильно не увлекайтесь. Ну вот, примерно так будет выглядеть наше с вами перышко. Большое спасибо, что смотрели со мной весь этот процесс. Я надеюсь, это вам понравилось. Ну и могу, как всегда, пожелать рисуйте больше, рисуйте чаще. Даже если у вас нет опыта акварели, вы с акварелью раньше не сталкивались. Акварель, я просто уверена, уже любит вас. И я точно знаю, что однажды вы точно так же сильно ее полюбите, как люблю ее я. Удачи вам, здоровья, хорошего настроения. Берегите себя и близких. Пока-пока. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин